Кленделик Любые стулья на ваш выбор Лавки из твердого дерева Ядреное пиво, ядреное пиво Вы с утки суповые пирицы Вы с утки суповые пирицы Сладости, сладости Лука, дать ко мне пирожное Сочные спелые фрукты Корзины, корзины Большие и маленькие Низкие и высокие Моя дорогая, посмотрите лучшие корзины Посмотрите лучшие корзины Ремонтирую обувь Будет как новая Самые лучшие горшки Моя милая, посмотрите Посмотрите на это прекрасное полотно Какой прекрасный, приятный цвет Приятный вам так кричу Карлик Нос Парлик Нос Парлик Нос Парлик Нос Где же Якоб? Именно тогда, когда у нас лучшие покупатели Эрнс Эрнс Эмс, ты не знаешь, где сейчас Якоб? Якоб? Он мне нужен. Да вот же он идет. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Гуси, утки, суповые курицы. Так и пройдется в кастрюлю. Курицы для супа вовсе недостаточно. Нужно поперчить и приправить сна дна. Белкочанная, краснокочанная капуста, свекла. Стой, раз, два. Зелень, коренья и специи со всего мира. Все из сада моей матери. Стой, тише. Ну-ка посмотрим, что мы найдем для кухни нашего герцога. Для стола нашего сиятельного герцога. Ведь наш герцог совершенно особенный. Он не только самый-самый большой гурман. Лакомка и дегустатор в нашем княжестве. Нет, он самый большой гурман. Лакомка и дегустатор. Среди всех княжеств и королевств на тысячу миль вокруг. А я, я начальник кухни его великого сиятельства герцога. Итак, посмотрим, что мы найдем для кухни нашего дорогого, прекраснейшего герцога. Тем более, дорогие люди, что наш герцог самый большой проверенник. Мальчик, тише. Посмотрим. Выберем, проверим, купим, заплатим. Ну как? Капуста свежая, твердая и нежная. Краснокочаная капуста, свекла и салат. Все свежее, сочное и нежное. Купите. Заплатите. Но это не все. Они великолепны, нежные и сочные. Свекла не слишком твердые. Мы возьмем только молодые. Как вам будет угодно, господин. Покупаем. Заплатите. А сейчас специи. Самые тончайшие специи для нашего сиятельного герцога. Тогда вы должны купить у Ханны, господин главный, самый главный начальник кухни. Ну тогда давайте посмотрим. Зелень, коренья, любые специи. Какие пожелаете. А вот здесь совершенно особенные переправы, господин начальник кухни. Несомненно, это подойдет для утреннего супа господина герцога. А здесь у нас ягоды бузины для дичи и птицы, самые лучшие. Да-да-да, смешной мальчик. Вот этих пять штук, этих десять корешков, а этих четыре пучка. Но только самых ароматных и лучших, госпожа Ханна. Как пожелаете. Купите. Заплатите. Вы должны знать, что если это не самый лучший и качественный товар, и его сиятельство герцог заметит это, он выгонит меня с кухни, из замка, или даже отрубит голову. Отрубит голову? Это очень опасная работа. Достаточно на сегодня. Большое спасибо, дорогие люди. До встречи. Якоб. Помогай матери продавать товары. Кончайшие специи. Всем советую. Свежие фрукты и овощи. Что за старуха? Я уже 15 лет торгуюсь каждый день на рынке. Никак я не видела эту старуху. Крендели. Удобные. Удобные крендели. У вас есть специи? А-ля-ля! А-ля-ля! Посмотрим, проверим. Может быть, вам что-нибудь понравится? Зелень? Специи? Да, специи всех сортов. Но мне нужны приправы. Из дальних стран. Надо же. Обычная трава. Плохой товар. Ничего особенного. Ничего подходящего. Чебрец тимьян с обычной грядки. Оставь это в покое. Плохие специи, моя дорогая. Плохой товар. 50 лет назад всё было гораздо лучше. Ты бессовестная старая бабка. Якоб. Она переворачивала своими противными пальцами всю зелье. Да ещё и перемяла её. Начальник кухни самого герцога покупает специи у моей матери. Начальник кухни самого герцога. Разве он хороший повар? Что он понимает? Что он знает? Повар самого герцога. Что вы из себя возомнили? Приправа для супа, базилик для паштетов. Недостаточно. Совсем недостаточно. Особенный запах. Лучший запах. Перестаньте нюхать всё своим длинным, отвратительным носом. Другие тоже будут покупать у нас. Якоб, перестань. Нравится тебе мой красивый длинный нос? У тебя будет такой же. Прямо посередине лица, до самого подбородка. Я как шусть. Прогоню старуху отсюда. Она перепортит вам весь товар. Каждый имеет право посмотреть товар перед покупкой. Но не так же, Ханна. Плохой товар. Плохая капуста. Ваша шея сама, что капустная кочерыжка. А она такая тонкая, что вот-вот обломится. Разве тебе не нравятся тонкие шеи? Тогда у тебя вообще шеи не будет. Никакой. Твоя голова никогда не упадёт. Что это болтовня значит? Если хотите что-нибудь купить, покупайте. Если нет, проваливайте. Сам гуляй. Один, два, три, и сына отпусти. Мне нужно при ходьбе опираться на палочку. Я не могу нести корзину. Позвольте вашему сыну отнести мою корзину домой. Я нагрешу его за это. Неужели на самом деле я должна идти с этой старухой, мама? Я на самом деле не знаю. Конечно же ты пойдёшь, Якоб. Ты не можешь позволить старухе нести корзинку самой. Плохой товар. Пятьдесят лет назад был намного лучше. Часы. Часы. Один, два, три. Один, два, четы. Один, два, три. Один, три, четы. Несколько шагов, сынок. Мы скоро будем на месте. Где Яков пропадает? Можешь мне поверить, старуха это фея крутой раз. Ханна, Ханна, послушай, горшечница думает, что эта странная старуха, это фея крутой раз, которая приходит в город каждые 50 лет. Фея крутой раз? Если это правда. Эль, быстрее беги! Эль, быстрее беги за якобым след. Старуха, это была фея Кройтервайс. Фея Кройтервайс? Мы должны догнать ее. Я с тобой. Никто не знает, где она живет. Мы обязательно найдем. Я тоже пойду. Куда вы пойдете? Нельзя терять ни минуты. В лес, за город. Мы его обязательно найдем. Фея Кройтервайс. Пойдем, пойдем. Я должен идти домой. Отец ждет меня. Ему нужна моя помощь. Еще пару шагов. Я не могу больше. Такой сильный мальчик. Мам, пусть сердится. Мы уже на месте. Уже на месте. Сюда, сюда, сынок. Здесь я живу. Сюда, сюда, сынок. Покорелся. Заткнитесь. Кыш, 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 кыш. Ну, я-то. Приходи. Я чую. Я чую, что что-то не так. Невыполненное задание. Подгоревший суп. Три дня коту под хвост. Три дня я готовила суп для нового поваренка. Подгорел, подгорел, подгорел. Кто из вас проследил за котлом? Работу без денег нет. Приготовим новый суп. Сядьтесь, якобы. Я должен вернуться на рынок. Сперва ты должен получить награду за свою работу. Тяжело было нести нежные кокосовые орехи. Кокосовые орехи? Вы купили приженые капусты у моей матери. Ты думаешь? Раскалите их и вскипятите молоко. Не забудьте положить достаточно лепестков розы. Это будет твоей наградой, якобы. Я приготовлю тебе супчик, который ты никогда не сможешь забыть. Сядьтесь, якобы. Скоро твой суп будет готов. Но я не хочу никакого супа. Фея Кройтервайс, нужен лёд. Фея Кройтервайс. Фея Кройтервайс. По моему поведению, чёрный становится белым. А холодный горячий. Якоб, якоб, отзовись. Якоб, сапожник Кройтервайс. Я здесь. Вальтер, где ты? Сюда. От якоба ни следа. Что теперь? Начинает темнеть. Нам нужно возвращаться. Здесь его быть не может. Придумать. Подобрать состав. И мастерски сварить. Или взяв один рецепт из ста. Шедевр превратить. Приятного аппетита. Какая вкуснятина. Кто мог приготовить такое? Ты научишься готовить супы, второе, крем-брюлей, такое. Никогда в жизни я ничего не ел такого. Какой приятный, острый вкус. Кто мог приготовить такое? Ты можешь. Именно поэтому ты здесь. Ты мой новый проварёнок. Ты должен научиться готовить. Пройдёт время. И ты научишься. За семь лет научишься готовить. Ты хочешь? Подтвердите. Ты научишься готовить супы, второе, крем-брюлей, шаркое. Ты научишься готовить, второе, крем-брюлей, второе. Будь же прором моим. Научись готовить так, чтоб любому господину угодить ты смог. Вот так, но навечно, навсегда, для меня лишь ты один. Готовить будешь все свои кота. Научиться готовить лучше, чем все повара Герцога. Несомненно. Тише. Я должна это сделать. Увей, увей, я фруктовый. Эту тайну бытия знаю только, только я. Кушай я. Приятного аппетита. Что такое, что случилось? Ачжи! Ачжи! Это сон? Нет, 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 нет. Это не сон. Это сон. Ты останешься навсегда со мной. В таком обличии. В моей власти. Ты останешься навсегда. Суп был просто восхитительный, замечательный. Мой дорогой начальник кухни, вы лучший повар на земле. Большое спасибо, ваше сиятельство. А где моя тлячья ножка? Младший начальник кухни. Тлячью ножку. Быстрее, 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 быстрее. Пробуй, быстрее. Великолепно. Мой герцог, она вас удивит. Тлячья ножка слишком твёрдая. Вы хотели меня убить. Дорогой герцог, начальник кухни приготовил блюдо по всем правилам кулинарного искусства. Что? Ах так? Начальник кухни? Ну пусть тогда и он почувствует, насколько твёрдая эта ножка. Вон отсюда. Какая прекрасная была ножка. Что прикажете мне теперь есть? Овощи. Овощи с намного рода. Овощи с огорода. Мне? И... Вы самый строгий дегустатор и гурман. Овощи. Две телячьи ножки и быстро. А это оставьте здесь. Быстрее. Мой маленький якор. Теперь ты уже не поварёнок. Ты теперь настоящий повар, мастер. Ты готовишь лучше, чем все повара его сиятельства герцога. И семь лет ты готовила только для меня. Семь лет? О чём вы говорите? Успокойся, мой маленький. Лучше всего тебе удаются паштеты с слоёным тесом. Ты знаешь теперь 247 рецептов. 248. 248 различных королевских блюд. Но ещё вкуснее твои супы. Я пойду погуляю в голубом лесу. Буду собирать травы. А ты тем временем приготовь для меня суп. Со специальными и печёночными клёстками. Размером не больше лесного ореха. Обсыпанными в мускате и завёрнутыми в листья ежевики. Мой любимый суп. Мой любимый суп. Яко, ты будешь теперь готовить сам. Ты этому научишься? За семь лет. За семь лет? Что она имеет в виду? Сюда! Быстрее! Принесите посуду и воды. Будем готовить клёстки. Листья ежевики у меня уже есть. Но, к сожалению, нет муската. Белочка, мне нужен свежий мускат. Ничего. Он где-то был. Яко, прися. Не лезь сюда. Петроц. Тебе не сняли потрость. Ты не будешь недовольна. Яко, прися. Какой прекрасный цветок. А как он пахнет. Ты запретила этот ромать. Это принесёт несчастье. Я, наверное, заснул в доме старухи. Мне приснилось, что я был у феи Кройтервайс и стал великим поваром, мастером паштетов. Наверное, не прошло и часа, как я ушёл со старухой с рынка. Мама обязательно посмеётся, когда я расскажу ей свой сон. А вы кто такие? И где старуха? Не уходи. Не уходи. И пойдёмте со мной. Якоб нельзя. Якоб нельзя. Но мама уже ждёт меня там, на рынке. Счастливо оставаться. Он думает, что это ему только приснилось. И он не знает, насколько безобразно он сейчас выглядит. Бедный Яко. Крендели, крендели. Свежие крендели. Свежие крендели. Покупаем. Покупаем. Красивые цветы. Красивые цветы. Красивые цветы. Свежая капуста. Хамочка-мамочка, а ты купишь мне красивое индийское платье? Куплю, куплю. Выкрикивай свой товар, Ханна. Иначе никто у тебя ничего не купит. Я знаю, что ты всё время думаешь о Якобе. Всё же. Я его больше никогда не увижу. Мамочка, ты не сердишься на меня, что я пришёл только сейчас? Что ты хочешь? Ты не пугал меня до смерти. Уходи, уходи. Ну, мамочка, я пришёл поздно, потому что заснул дома у старухи. Ты издеваешься надо мной, противный карлик. Уходи, уходи. Но, дорогая мама, посмотри на меня. Я же твой Якоб, твой сын. Что ты только выдумал? Посмотрите на этого противного карлика. Он говорит, что он мой сын. Мой Якоб. Зачем ты не смехаешься над древней женщиной? Ты разбугаешь нам всех покупателей. Уходи. Отойди от неё, противный карлик. Крендели. Не появляйся здесь больше. Свежие крендели. Покупаем. Покупаем. Добрый день, мастер. Как у вас дела? Что это значит? Чего ты хочешь? Нет, ничего. Я просто спросил вас о том, как у вас дела. Тяжело. Маленький господин. Работа уже не так спорится в моих руках. Но разве у вас нет детей? Сына, например. У меня на самом деле был сын. Ой, Якоб наверняка помог бы мне с работой. У вас был сын? Где же он теперь? Этого никто не знает, маленький господин. Семь лет назад у нас украли его с рынка. Семь лет назад? Он должен был отнести одной старой женщине корзину с овощами домой. Назад он не вернулся. Мы искали его повсюду. Некоторые думают, что это была фея Кройтервайс. Фея Кройтервайс? Но может быть вам понравится что-нибудь из моих изделий? Например, пара башмаков. Или футляр. Кожаный чехол для вашего длинного носа. Что вы имеете против моего носа? Для чего ему кожаный чехол? Чтобы он не задевал обо что-нибудь. Ведь он такой длинный. О, дайте мне быстрее зеркало, я прошу вас. Зеркало? Так вы еще и тщеславный маленький господин. Разрешите, я дам вам совет. Идите к Бродобрению. Ему нужен весельчак-зазывал. С вашей смешной внешностью у вас есть все шансы. Зазывало. Зазывало. Рыночный скомарок. И этим предлагаете вы мне заниматься. Ну, маленький господин, я думал только... Смешной парень. Дорогая госпожа, выслушайте меня. Я хочу только рассказать вам, что произошло 7 лет назад. Одна старая женщина пришла на рынок. Ваш якобы посмеялся над ее длинным носом и тонкой шеей. Потом он отнес ей корзину с капустой домой. Старуха была феей Кройтервайс. Она превратила вашего сына в карлика. И научила его готовить. Феей Кройтервайс? Откуда ты это знаешь? Потому что я пережил все это. Это меня злая ведьма увела с рынка. А после превратила в карлика. Потому что это я, твой сын, Яков. Мама. Ты должна мне поверить. Во что мне верить? Во что нет? Энст! Энст! Подойди-ка сюда! Этот карлик утверждает, что он наш сын, Яков. Он рассказал, как его украли. Он на самом деле все знает. Потому что это я ему все рассказал. И то, что он узнал от меня, он рассказал тебе. Так значит, тебя заколдовали, парень. Ну так я тебя сейчас расколдую, да так. Что вся дурь и ложь просто вылетят из тебя. Папа! Папа! Ты целый обманщик! Так не ninja! Хороший обманщик! Так как же мы будем собейся теперь. Папа! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я чую, я чую, что Якоб пропал. О, Боже, как это произошло! О, горе! Мой цветочек! Мой маленький цветочек! Тебя испортили! Он понюхал этот цветок. И попробовал его. Он очнулся и ушёл. Он всё ещё карлик? Он остался страшным карликом. Одного лепестка не хватает. Поэтому ему не повезло. Он вернётся. Никто не будет с ним разговаривать. Он только останется в обличии карлика. И в моей власти. Медленнее перемешивай, равномернее. Иначе нам не сдобровать. И ты будешь виноват. Тише, тише. Я прошу тебя. Такой ранний час! Тише! Половята, не шумейте так! Наш господин ещё спит. Разве вы не знаете? Что случилось? Господин младший начальник кухни. На улице стоит человек. Он хочет поговорить с главным начальником кухни. Это карлик. Карлик? Чушь! Нет, нет. Ну тогда позови его. На самом деле, карлик. Ну, карлик, чего ты хочешь? Позвольте мне обратиться с просьбой к главному начальнику кухни. Говори, я слушаю. Но мне нужен главный начальник кухни. Я главный начальник кухни, говори. Извините, но вы младший начальник кухни. Заценитесь! Что это значит? Ты знаешь меня, противный карлик? Выкиньте его вон. Спросите его только младший начальник кухни. Чего он хочет от главного начальника кухни? Не так быстро. Говори. Я хочу поступить на службу к его сиятельству герцогу. На службу к его сиятельству герцогу? Как шут? Как придворный карлик? И как будто создан для этого. Ну-ка покажи, на что ты способен. Нет, не как шут, господин младший начальник кухни. Я профессиональный повар. И знаю великое множество блюд. Так ты повар? Да, повар. Настоящий повар. Ну тогда посмотри, какие в герцогской кухне высокие плиты. Как ты, карлик, заберешься туда? И ты должен знать не менее 100 рецептов, чтобы стать только поваренком герцога. Карлик на герцогской кухне. Просто безумие. Позовите главного начальника кухни, это его вопрос. Это опасная работа. Что здесь происходит? А почему суп для завтрака еще не готов? А что здесь делает карлик? Главный начальник кухни, позвольте мне поступить к вам на Сузбу в качестве повара. Постудись. Минуточку. Ты повар? Ты, ты что, сути? Разве ты не знаешь, что герцог самый большой гурман? Более чем на тысячу миль вокруг. Он самый большой любитель супов на завтрак. Супы на завтрак мое фирменное блюдо. Разреши мне попробовать, господин. Наверняка на вашей кухне найдется немножко специй, пары лиц, мука, немножко перца. Перец? Ну что ж, давай попробуем. Пикантный датский суп с клетками из гусиной печени. Что ты выберешь для этого супа, белый или черный перец? Белый, но только самый спелый. Испанский или турецкий? Белый перец из Восточной Индии. Достойный выбор. Ну что ты возьмешь еще, чтобы приготовить клетки из гусиной печени? Вот этого ты никогда не угадаешь, ведь это же тайна. Нужно взять 6 больших гусиных печенок средней жирности, 2 фунта сала, 3 мелко порезанных луковицы, столько же шампиньонов и опят, 2 части трюфелей, сардельки, мускат, лавровый лист, мелкую соль. Достаточно, достаточно. И еще специальную траву, которая называется утешение желудка. Бог мой, бог мой, у какого волшебника ты учился? А травки утешения желудка? Даже я сам не знал. Итак, давайте испытаем его. Но господин главный начальник кухни, что скажет по этому поводу его сиятельство герцог? Чтобы карлик был поваром у самого большого гурмана и дегустатора, я бы предостерег вас. А почему бы и нет, если карлик умеет прекрасно готовить? Заткнитесь! Если карлик не умеет готовить, ему не поздоровится. Карлик, начинай! И начну. Где же завтрак? Где мой завтрак? С добрым утром, ваше сиятельство. Где же завтрак? Завтрак! Что у нас сегодня? Пикантный датский суп с клецками. Пикантный датский суп! Великолепно! Накрывайте! Сервировка! Поторапливайтесь, поторапливайтесь, поторапливайтесь! О! 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 Проба быстрее! О! 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 Почему у него сегодня другой коз? Разрешите, господин Герцог? Главный начальник кухни принял на работу нового повара. Ах так? Приведите его ко мне. Ваше сиятельство, это карлик. Кто? Новый повар. Ага. Доброе утро, господин Герцог. Тебе конец. Конец? И только потому, что он так готовит хорошо. Так восхитительно. Необычайно восхитительно готовит. Датский суп был самым пикантным из всех, которые мне подавали. Мой маленький, как тебя зовут? Меня зовут, я... Я... Я не знаю. Он не знает. Тогда я буду называть тебя... Нос. Я... Карлик Нос. Я назначаю тебя старшим поваром утренних супов. Поздравляю тебя, Карлик Нос. Я благодарю вас, Герцог. А теперь слушайте. Теперь я наконец-то могу пригласить к себе толстого князя с востока. Толстого князя? Десять дней подряд мы будем подавать ему самые изысканные блюда, так как он самый большой и великий знаток необычайных блюд. Пять раз в день новое блюдо. Ни одно блюдо не повторится. И каждое следующее будет вкуснее и великолепнее предыдущего. Восхитительно. Карлик Нос, докажи свое мастерство. Но выиграй спор, иначе ты знаешь, каким будет наказание. Карлик Нос, приготовь меню на десять дней и покажи его мне. Не жалейте моих сокровищ. Если вам нужно запечь золото или бриллианты, сделайте это. Сделайте это. Лучше я разорюсь. Но толстый князь должен знать, что только я на свете самый большой гурман и дегустатор. Он должен быть поражен. Должен. Что за безобразный сыпь? Ты забыла положить спецкин. А здесь не хватает соли экстрагона. Что за безобразный сыпь? Все вместе. Вы не можете готовить так же хорошо, как один якорь. Я буду его искать. Искать. Пока не найду. О, да, да, да. Если он еще жив, то он наверняка где-то работает поваром. Но фея Кройтервайс, вам можно снова пойти в город только через 50 лет. Не беспокойся. Я вернусь обратно без царапинки. Я чую все. Кастрюлю ключ. Осиновый кол. Я найду его. И он снова. Будет мой. Я найду его. Как это пахнет. Как благоухает. Как это вкусно. Бесподобно. Карлик Нос. Как только Карлик Нос стал первым поваром-герцогом и готовит ему супы к завтраку, нас перестали ругать. Теперь только хвалят. Очень хвалят. Карлик Нос, вы прекрасный повар. Но понравится ли все это нашему гостю, толстому князю с востока? Мы еще посмотрим. Десять дней подряд. Пять раз в день. И каждый раз новое блюдо. Я очень боюсь, Карлик Нос. Мы справимся. Да, если бы у меня не было тебя. Главный начальник кухни, Карлик Нос. Герцог идет сюда. Прямо сейчас. Вместе с толстым князем. Герцог на кухню с толстым князем. Салам алейкум. Позвольте мне поприветствовать вас, повелители кастрюли, тарелок, духи печи и сковородок. Я доволен. Восхитительно. Как определенно. А вы, наверное, Карлик Нос? А вы, Карлик Волшебник? Мастер супов, паштетов и тысячи вкуснейших блюд. Ваши блюда на самом деле были хороши. Как вы говорите, дорогой князь, совершенно расхитительно. Восхитительно. Да-да, расхитительно. В кухне намного лучше, чем в парке. На охоте чувствовать эти запахи. Пробоват. 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 Высокочетивому гостю. Великолепно. Расхитительно. Ты приготовил меню? А теперь я знаю, что вы можете доставить мне удовольствие. Дорогой князь, посмотрите, Могут ли эти блюда удовлетворить вашему изысканному вкусу в ближайшие десять дней? Да, и моему желудку изысканно удивительно. А здесь? Разве это не восхитительно? Как? Ах, да. Совершенно расхитительно. Только... Только? 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 Почему за все это время, что я буду наслаждаться гостеприимством вашего, сиятельного герцога, на стол ни разу не подадут короля всех блюд? Короля всех блюд? Короля всех блюд почти слаб с пампин пинелла. Шепс? Плю-рум? Пимпинелла? Ну-ка, коррекнос. Господин, вы еще будете освещать своим сиянием стол нашего дорогого герцога. Именно поэтому я хотел подождать подачи этого блюда. Ведь чем же другим, как ни королем всех паштетов, я смог бы высказать вам свое уважение? Да, да, да. А почему ты мне не подал ни разу в паштет? Ты что, хотел дождаться дня моей смерти, чтобы тогда высказать мне свое уважение? Придумайте какое-нибудь другое блюдо в качестве знака уважения нашему гостю, а чтобы завтра утром паштет был на столе. Пусть будет так, как вы сказали, господин. Но выпереди для него сердца только молодых гусей. И если он вам не удастся, тогда... Коррекнос, что-то не так? Он не знает, как его готовить. Вы правы. Шланц, пампин, пинелла. Я знаю 100. 200 рецептов паштета, но только не этот. Ну, наконец-то дождались. Придумай что-нибудь, я прошу тебя. Пойдем сначала на рынок за гусями. Конечно, идите, идите. Когда я стяжу на рынке, я все время думаю о ягоде. Не переживай так сильно, Ханна. Когда-нибудь... Наш Якоб снова будет с нами. Я не верю в это больше. Гарликнос снова покупал у тебя сегодня. Ты поэтому такая удрученная. Он определенно что-то знает о нашем мальчике. Не думаю. Я обругала его и прогнала акт. А теперь он повар Герцога. Знаменитый повар. Все равно. Мне больно на него смотреть. Карликнос, ты не придумал еще рецепт для шламп с пампинеллы? Гуси у нас есть. Сделай просто самый известный гусиный паштет. И будь что, будет. Герцог все равно узнает. Да и толстый князь тоже. Да нет. Я возьму свежей молодой муки и специй. Ты прав. Так или и так. А я все равно погиб. Тронешь меня, и я тебя укушу. Свернешь мне шею. Уйдешь под землю. Что такое? Она говорит. Тронешь меня, и я тебя укушу. Волшебная гусыня. Могу поспорить, ты не всегда была покрыта этими перьями. Я, Мими, дочь главного повара-волшебника Сулеймана. Мой отец знал много тайн поварского искусства. Гусыня разговаривает. Тише, идем сюда, послушай. Как-то раз он поругался со знаменитой феей Кройтервайс. И за это она превратила меня в гусыню. Но фея Кройтервайс и меня превратила. Она и тебя заколдовала. Тогда она сделала это только с помощью какой-то травы. Мы должны понять, с помощью какой. Но это будет трудно. Но что будет с тобой? Но сначала ты должен приготовить паштет-шлямп с пампем Пинелло. Иначе ты погибнешь. Я знаю шламп с пампем Пинелло. Что? Ну, приблизительно. Мой отец часто готовил его для волшебника Сулеймана. Ты знаешь рецепт паштета? Да, но прошло уже много времени. Мы можем начать. Принеси остальное. Деток будет просто удивлен. Ах, Мими, это счастливейший день в моей жизни. Как это благоухает великолепно, король паштетов. Нет, нет, мой дорогой, мы сами. Разрешите, князь? Конечно, 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 конечно. Ты великолепно готовишь, Кадрик Нос. Твои паштеты бесподобны. И этот паштет достоин всяких похвал. Только... 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 Только это не совсем король паштетов шламп с пампем Пинелло. Шламп с пампем Пинелло совсем другой. Здесь чего-то не хватает. Но я приготовил его по всем правилам. Мой гость никогда бы не сказал, что чего-то не хватает. Я велю отрубить тебе голову, противный карлик. Это мало поможет, мой дорогой. Ваш повар никогда не будет готовить так, как мой. И никогда карлик Нос не подаст вам на стол короля всех паштетов. Что? Никогда? Здесь не хватает одной приправы. Эта трава не растет у вас, поэтому я могу ее спокойно назвать. Эта трава называется чихай на здоровье. Чихай на здоровье? Без этой приправы паштет просто смесь муки и мяса. Я клянусь, что я попробую этот паштет, чего бы мне это ни стоило. Я клянусь, дорогой князь, что завтра, утром на завтрак, вы увидите на столе паштет. Или голову этого карлика на башне моего замка. Расхитительно. Завтра утром, карлик, паштет или твоя жизнь? Извини, Якоб. Я совсем забыла об этой травке. Она не растет у нас. Ну, это не так. В любое другое время ты, может быть, и был бы мертв. Но сегодня, слава богу, полнолуние. Сегодня эта трава должна цвести. Иди, скажи, есть ли поблизости старые каштановые деревья? Да, там, внизу, в парке. Только в тени старых каштанов растет трава, чихай на здоровье. Ты возьмешь меня на руки и отнесешь к каштанам. Хорошо, Мими. Я вам поищу ее. Тогда подождем, пока не взойдет луна. Ну, мой дорогой карлик-дос. Карлик остается карликом. Карликом поварского искусства. С тобой покончено. По приказу герцога тебе нельзя покидать замок. За это отвечаю я. Куда я пойду? Мне жаль тебя. Ну, скажи мне, там, внизу, в парке-то я в нашем, могу прогуляться? Из парка у нашего замка ты не убежишь. Так что иди. Мими, ты что-нибудь нашла? Нет, Якоб. Туча закрыла луну. Ничего не видно. Бедный Якоб. Да, на Большом Луку, озеро. Пойдем, Мими. Я чую. Я чую, как пахнет. Вкусно. Вкусно. Это Яков приготовил. Я нашла тебя, мальчик. Подожду-ка я до утра, когда ты придешь готовить завтрак. Да он рядом. Что это? Он гуляет на лугу. Это Якоб? С гусыней? Луна заходит. Мими, ты должна найти эту травку. Да, Якоб. Иди ко мне. Посмотри на этот красивый цветок. Какой прекрасный цветок. А как он пахнет. Но я знаю этот цветок. Этот запах. Парси. Парси. Ах, Мими. Якоб. Мими. Я снова стал. Я снова стал собой. И это только благодаря тебе. Чудесный Якоб. Чудесный. Мими, может эта травка поможет и тебе? Мими? Я. Я боюсь. Ну ты попробуй. Пробуй. А сейчас он еще расколдует и гусыню. Неужели это Мими? Чары рассеялись. Она снова прекрасна и здорова. Как он смог снять чары феи Кройтервайс? Кройтервайс. Я отомщу. Я отомщу. Чи. Ты прекрасна. Спасибо, Якоб. Спасибо. Пойдем, Мими, на кухню. Я накопил немного денег и спрятал их там. Карлик Нос. Главный начальник кухни. Как там дела с моим паштетом? Не так быстро. Пойдемте, князь, в кухню. Что за черт? Как бы меня не поймали. Никого нет. Никто не готовит. Где же Карлик Нос? Что ты стоишь? Быстрее найди мне Карлика. Главного начальника кухни весь персонал. Я хочу с шляп с пампим пинеллу. Что вы кричите так, дорогой герцог? Я ведь сразу сказал вам, что вы никогда не попробуете настоящий шляп с пампим пинеллу. А восхитительно! Идите к черту за своим восхищением! Карлик Нос сейчас будет здесь! Подожди здесь. Стой! Ты кто? Как ты попал в мой замок, на мою кухню? Главный начальник кухни! Главный начальник кухни! Я... мы... мы просто... Мы новые поварята. А молоденькая поваринка... Нас нанял Карлик Нос. Что он о себе возомнил? Главный начальник кухни! Главный начальник кухни! Что здесь происходит? Где Карлик Нос? Надеюсь, за ним хорошо смотрят? Да, да. Разве он не здесь? Что? Ты не знаешь, где Карлик Нос? Карлик Нос пропал! Я не могу его найти! Он пропал! Пропал! Пропал? Кто пропал? Ваш Карлик волшебника? Ваш лучший повар? Младший начальник кухни проваливайте! С глаз моих долой! Вон из моей кухни! Карлик Нос пропал! Какая наглость! Какая наглость! Какая наглость! Последний, кто его видел? Мой дорогой друг, ни Паштета, ни головы вашего Карлика на башне замка нет. Я думаю, я догадался. Вы не хотели терять своего лучшего повара, и поэтому тайно спрятали его. А сейчас это представление. Я глянусь своей кухней! Вот твоя кухня! Будь ты проклячешь, Пумпинелла! Вот напек я для детей, для детей, пирогов за кренделей, кренделей! Принцит, алпей! Принцит, крыши, принцит! Грусь и утки, суповые курицы! Грусь и утки, суповые курицы, готовы к приготовлению! Одной курицы недостаточно! Нужны специи госпожи Ханны, корешки и травы всех сортов прямо с огорода моей мамы! Разве это не твой, Якоб? Якоб! Мой Якоб! Мой Якоб! Как? Ты снова здесь, мой мальчик! Да, отец? А это Мими! Я не думала, что увижу тебя снова! Ты видела меня в образе Карлика, но тогда вы не хотели меня признать. Карлика? Так это был все-таки ты? Якоб, ты простишь нас за то, что мы тебя прогнали! Теперь все будет хорошо, мама! Сосед, сосед, слышишь? Сын госпожи Ханны, Якоб, вернулся! Якоб вернулся! Якоб! Где же ты был все это время? Это длинная история, и пусть она останется в тайне для того, чтобы самый большой гурман и дегустатор ее не узнал. Якоб! Так ты теперь первый повар! А ты теперь торговец кренделями? Да! А вы, госпожа Метте, продали мне эту прекрасную девушку, как гусыню? Для стола и высиятельства, керцога, не ты! Как же так? Ты была гусыней? Да, и Мими нас расколдовала, а потом полностью околдовала меня. А теперь вы останетесь здесь, у нас! Ведь верно? Да, папа! Здравствуй, Якоб! Здравствуй, Мими! Я искала вас! И я нашла вас! Что вам нужно? Вы снова хотите принести нам несчастье? Ваш прилежный сынок улетел из моего гнезда! Ты, гусынь, он захватил с собой! Вы не смеете разрушать чары феи Кройтервайс! Я отопщу вам! Это мы еще посмотрим! По моему велению, черное становится белым, а холодное горячим! Вы застынете навечно! Навечно! Вам ничего не поможет! А теперь все пройдет! Раз! Два! Три! Теперь мы разрушим твои чары! 50 лет еще не прошли! Тебя легко поймать! Мои чары! Из-за твоих чар больше не произойдет ни одного несчастья! Твое волшебство разрушено! Уходи отсюда! Все закончилось! Все колдовство! А теперь мы будем праздновать и веселиться! А теперь мы будем праздновать и веселиться! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok